Доброе утро, дорогие наши друзья! Друзья, вновь в четверг мы дождались и проснулись вместе с вами Алексей Шевченко и Евгения Монакова. Это действительно радостная новость. Еще знаешь, что меня радует? Что именно? Что завтра у нас последний рабочий день и впереди целых три счастливых выходных дня у кого-то и больше. Самое главное, дорогие друзья, чтобы эти счастливые выходные дни оставались счастливыми выходными днями. Ты на что намекаешь сейчас? Я намекаю на то, что люди частенько травмируются в празднике. Но есть и хорошие новости. Травмироваться амурчане стали гораздо реже. Особенно на производстве. В общем, радостной статистикой только что поделился Алексей. Именно так. А сейчас мы перейдем к актуальному анонсу, с которого вы узнаете, что вас ждет дальше. Итак, сегодня поговорим о первомайской демонстрации. Нужно ли ее вернуть и готовы ли в ней участвовать амурчане? Узнаем, в каком цвете предлагают провести этот день нумерологи. Руководитель и преподаватель творческой студии Александр Недогарова научит рисовать с помощью эпоксидной смолы. А следующий гость, Святослав Шевченко, расскажет о главных традициях пасхальной недели. Какие события происходили в разные годы в Преамурье в традиционной рубрике «День в истории». Ну и, конечно же, в центре внимания будут и наши дальневосточные соседи. Ну а пока мы ненадолго прервемся, 10 минут самых актуальных новостей в эфире Амурского областного телевидения. Смотрим. А мы продолжаем наше утро. Надеемся, что вы встречаете нас так же, как мы встречаем вас, всегда радостными, счастливыми улыбками. Мне кажется, нас нельзя встречать иначе, потому как мы же всегда рассказываем что-нибудь интересное. Вот вы, например, дорогие друзья, когда-нибудь думали о том, что цифра, например, 8, может сказать вам, «Слушай, тебе пора записаться на антицеллюлитную программу». А что, она говорит? Правда? Ну, по крайней мере, люди специально обученные могут распознать, что несет тот или иной цифровой знак. Вот я знаю точно, что в этот день они предлагают всем сесть на диету. Видимо, эффективно будет этот процесс проходить, а еще записаться на массаж. Вот такие они говорливые, эти цифры. Между прочим, хорошие советы дают. Давайте послушаем внимательнее. Друзья, рада приветствовать вас на календаре четверг, 29 апреля 2021 года. Цифра дня по нумерологии 20, цвет дня во всех оранжевых, кирпичных и шоколадных оттенках, число удачи 2. В нумерологии этот день называется «День мощного имиджа». В главных плюсах дня активность, обаяние и сила. При этом помните, что эта же самая сила может сыграть с нами, ну, скажем так, злую шутку, поскольку она несет иногда в такие дни к саморазрушению, конфликтам и к ссорам. Будьте более сдержаны в своих эмоциях и старайтесь быть снисходительны к ошибкам других. Избегайте при этом чужого влияния и манипуляций, связанных с легкими деньгами. В вопросах красоты и фитнеса приветствуются любые антицеллюлитные программы и процедуры по поведению шлаков из организма. В отношении здоровья полезна профилактика от ожирения, а также очень важно поберечь печень, не нагружая ее тяжелой и жирной едой. Завершая прогноз темы бизнеса и инвестиций, хотела бы сказать, что крупные траты и серьезные решения в такие дни лучше не предпринимать. Всего вам самого наилучшего, берегите себя, а самое главное, будьте спокойны. От одних интересных цифр переходим к другим. Между прочим, сегодня Международный день танца. И давно ли его отмечают, Алексей? Скажу я тебе, что с 1982 года, между прочим, отмечают Международный день танца. А в Амурской области столько танцевальных коллективов. Я уверен, что сегодня будет большое празднество у них, правда же? Мне кажется, что даже если вы не вступили ни в один коллектив, и танец для вас, в принципе, дело непростое, танцуйте. Все равно танцуйте, потому что это то, что может заставить улыбнуться любого. Алексей, ну мы не можем с тобой встать и потанцевать, ну давай хотя бы даже без музыки можно так. Мне кажется, из нас бы прекрасный коллектив сложился. Танцевальный, сложился, сидячие танцуные. Танцуные. Между прочим, еще один интересный праздник сегодня отмечается. День рождения застежки молнии. Между прочим, шведский эмигрант, проживающий в Америке, с интересным именем Гидеон, сумел изобрести это прекрасное... Что это, Жень, прекрасное? Ну, изобретение. Изобретение, конечно же. Я подумала, сказать не могу. Но до него попытки тоже были. Правда, не очень было проста в производстве застежка молнии. И вот только когда Гидеона, Сунбека привлекли к этому делу, он сделал вот эту вот самую простую конструкцию, которой мы все сейчас пользуемся. Ты же пользуешься? Любишь застежки молнии? Да ты посмотри на меня, у меня везде застежки молнии. Сколько с пуговицами мучаешься, да, и как легко застегнуть при помощи этого изобретения. Что еще интересного происходило в этот день, но уже в Амурской области, узнаем из нашей постоянной рубрики «День в истории». В 2011-м в Белогорске досрочно открылась электронная регистратура. В первый день на прием к врачу записались 22 человека. Проект, внедренный на территории муниципалитета, не имел аналогов в Амурской области. На момент открытия в колл-центре работали пять операторов. В 2012-м хореографический ансамбль «Ровесники» станцевал на центральной площади Благовещенска. В массовом танце под песню Аллы Пугачевой «Сто друзей» приняли участие около двух тысяч человек. Участники коллектива, выпускники разных лет, их родители, педагоги и друзья ансамбля. Таким образом, самый большой танцевальный коллектив поставил массовый танец. А в 2013-м на въезде в Благовещенск рабочие установили стеллу с Богородицей. Официально ее открытие прошло чуть позже. Инициатором проекта «Благодарность Богородице» стала Благовещенская епархия. В Амурской столице установили четыре стеллы на 31-м километре Новотройского шоссе, в районе железнодорожного вокзала, в сквере церкви святых мучениц веры, надежды и любови и матери их Софии, а также в районе Благовещенского аэропорта. В 2017-м на центральной улице Благовещенска состоялось танцевальное шествие. По Ленина прошли более трех с половиной тысяч человек. Так хореографический ансамбль «Ровесники» отметил свое 50-летие. Танцоры несколько раз останавливались, чтобы станцевать для зрителей калинку, а танцоры из Мексики прошли по Благовещенску в национальных карнавальных костюмах своей страны. Завершился парад масштабным фэш-мобом. Взявшись за руки, участники сформировали круг, в котором оказались почти 3600 человек. В 2019-м в конно-спортивном клубе «Алюр» впервые прошли соревнования для детей на лошадях класса «Пони» по конкуру и манежной езде. Победители, выполнившие квалификацию в финале, могли принять участие в турнире на Красной площади, который прошел в рамках международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Алексей, как ты считаешь, хватает ли нам всевозможных массовых мероприятий? Может, есть те мероприятия, по которым ты лично ностальгируешь, скучаешь? Мне кажется, не хватает шествий и парадов. Прекрасно. Тем более у нас грядут праздничные дни, 1 мая, 9 мая. Мне кажется, все же эти дни без шествий, они как-то не то. Это правда. Я тоже, кстати, вспоминаю, когда в детстве, как мы с родителями на 1 мая собирались и шли стройными колоннами, это действительно, мне кажется, очень сильно объединяет. По моему взгляду, и отклик был неплохой, в том числе от работников различных предприятий, потому как, я думаю, что ты прекрасно помнишь эти стройные ряды коллективов, и это очень красиво и здорово, на мой взгляд. Это правда. Вот Нелли Козлова, наш корреспондент, решила выйти на улицу и задать один простой вопрос. Хотите ли вы вернуть первомайскую демонстрацию? Посмотрим, что ответили благовещенцы. Мы ходили на демонстрацию, было весело. Все вместе, дружно, было весело. Ну, не знаю, вернуть или вернуть, это личное мнение каждого. Я видела в Инстаграме новости, что их не будет. Все равно. Честно говоря, все равно. Единственное, будет обидно, если уберут парад на 9 мая. Хорошая традиция. Объединяет людей. Ну, я бы вернула. И особенно для пожилых это очень такой памятный праздник. А молодежь у нее свои уже приоритеты. По традиции можно просто убраться там, сделать чище свой двор, свой дом. Почему нравилось? Во-первых, народ веселый, гармошки, песни. Встречаешься, редко бывает встречаешься с друзьями. Тут всегда встретишься обязательно на праздник. Нет. Ай, я не знаю, мне не нравилось ходить. Праздник мира, май, мир, счастье, труд. Это было будущее, это было настоящее. Это был завтрашний день и вчерашний день, и настоящий день. Это было очень здорово. Ну, конечно, это надо было обязательно. Так, ну, может быть, если бы это было не обязательно, я бы ходила. И снова и снова мы вам повторяем, что весна пришла, пульсовые температуры пришли, а дожди и ветра, ну, это можно пережить. Тем более, скоро лето. Я могу простить все весне, любую непогоду, за пение птиц, которые каждое утро слышу под окном. И это уже совсем по-весеннему и даже где-то местами по-летнему. Ну, и опять же, уже травка зеленеет, солнышко блестит, правда? Да, это точно. Тем более, я вот тоже сегодня ехал, смотрю, уже газоны зеленеют. Это прекрасно, и сразу настроение становится лучше. Давайте посмотрим, что еще сулит нам погода. Прогноз погоды в эфире Морского областного. Совсем скоро Пасха, кстати, с сегодняшнего дня начинается ее приготовление. Сегодняшний день называется «Чистый четверг», и об этом знают практически все, даже те люди, которые в церковь не вхожат. Поговорим об этом подробнее со Святославом Шевченко, председателем комиссии по семье Благовещенской епархии. Доброе вам утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, мы уже «Чистый четверг» встретили, как положено. Святославным людям с Алексеем. Но вообще, что касается вот этой вот традиции, наводить порядок чистоту и у себя, и дома, это вот действительно есть такое? Ну есть тут евангельская привязка, да. В четверг это вообще день рождения таинства причастия. Вообще в этот день верующие должны прийти в храм и причаститься. Потому что именно в этот день, вот «Тайная вечеря», да, этот сюжет, Христос основал это таинство. Перед этим возник между учениками спор, кто будет мыть ноги народу. Ведь раньше они ходили в сандаликах, и по восточной традиции они возлежали, как бы, на таких циновках и так далее. А с грязными ногами за стол нельзя. Поэтому обычно это делали либо слуги, либо женщины, либо младший кто-то из находящихся. Но поскольку из учеников там, да, начали они там, кто из нас младший, кто это будет делать, Христос, видя вот эту расприю, сам, скажем так, полотенце, ну, можно сказать, на плечи, Налил воду и начал мыть ноги ученикам своим, показав, что на самом деле, да, Вы должны друг другу служить, а не искать, кто бы там служил вам. Вот, по поводу чистоты, вот этот евангельский момент. А вообще, чистый четверг, именно великий четверток, так он называется по-богослужебному, Вот, ну, что это страстная седмица, страстная неделя, неделя страданий, да, если на современный русский. То есть мы идем по пути крестных страданий Христа. То есть вот это евангельское событие произошло, и есть чисто практический момент, который связан с тем, что пятница — это день распятия Христа, день суда над ним, распятия, и, по сути, это вот, ну, похороны Иисуса Христа, да, Спасителя нашего. И этот день такой тишины, вот, домолчит всякая плоть и так далее. Ну, и плюс практически еще что, суббота, следующая, тоже, скажем так, она ознаменована разными хлопотами, яйца покрасить, то сделать второе. Третье, поэтому люди всю вот эту суету, они переносят на четверг. Как правило, в четверг заводят и ставят в специальных формочках Пасху. Пасха — это вот такая пирамидка из творога с изюмом, там, с орехами и так далее. Вот, она, кстати, тоже символизирует пещеру, в которой Христа похоронили. Ну, вот. То есть не просто так вот такая вот форма, да? Нет, нет, конечно. Более того, куличи, может быть, для кого-то будет удивление. Вот этот хлеб пасхальный. Дело в том, что когда Христос, Христа распяли, он там воскрес, вознесся, да, ученики, садясь за стол, оставляли один стул, одно место для своего учителя. Вот. И там, чтобы обозначить его, ставили хлеб, круглый хлеб, знаменовый, потому что он сам себя называл «я хлеб жизни» и так далее. И вот эта традиция, она как бы сквозь века прошла до наших времен, и вот на Пасху она вот в виде кулича. Кстати, куличи, почему круглые? На Руси посуда была, это чугунки, поэтому вот как бы кругленькие. Все они просто так, символизм во всем, да? Вот стараются заводить Пасху, творожную печь, куличи в этот день, ну и убираться, где-то такой косметический какой-то ремонт, для того, чтобы уже пятницу, субботу уже не суетиться, потому что с субботы на воскресенье, по сути, ночная служба начинается, времени уже для разбега, ну, грубо говоря, нет. Святослав, вы упомянули о куличах, а можно еще об одном спросить, красить яйца? Да. В чем здесь традиция и символ? Вообще, само яйцо – это символ скрытой жизни, да, вот, то есть вот птенец там внутри, да, и вот как бы его не видно, скорлупа как бы мертвая такая, да, и он прорывается наружу, и как бы это вот такой символ, вот, взят был христианством. Но еще есть такая традиция, она тоже уходит вглубь веков, есть предание, легенда, что Мария, Магдалина, если я не ошибаюсь, вот, какой-то праздник был, иудея была, то есть вот еврейский народ был, ну, условно говоря, под владычеством Рима, да, Римской империи, и они должны были на этот праздник приходить и, скажем так, воздавать какую-то похвалу императору, то ли день рождения у него было, то ли что, как бы, историю умалчивает. И вот каждый что-то приносил, да, какой-нибудь подарок там и так далее. И вот Мария, она с куриным яйцом подошла к императору Тиберию и говорит, что Христос воскрес, да, а вот так совпало, что это было воскресение Христова, Пасха, и ему, ну, вот, скажем так, куриное яйцо, потому что ничего не было. Он говорит, скорее я поверю, что яйцо покраснеет, чем поверю, что кто-то там воскрес из мертвых. Ну, и, как бы, случилось чудо, яйцо, как бы, окрасилось красным светом на его глазах. Ну, и, исходя из этой вот легенды, да, из этого предания, неизвестно, насколько это была правда или, как бы, какие-то домыслы, но вот люди стали красить яйца. Но, опять же, еще раз повторю, что символ в самом яйце, это вот, как вот Христос был в пещере, да, и так же, как цыпленок там. То есть символ жизни, скрытый, зачем-то очень красивый. Такая символика, ну, вот, допустим, на Западе там пасхальный кролик, только я не знаю, там, какая привязка на самом деле, вот. И, кстати, с яйцами, да, куриными разными разноцветными, их еще называют писанки, ну, те, на которых там... Распораспускать. Да, это у нас сейчас, как бы, покрасили и все. Вот. Были разные забавы, да, то есть делали горки деревянные, и у кого дальше укатится яйцо. Ну, понятно, яичный бой и так далее. Кстати, тоже с яйцами есть лайфхаки разные. Если что, могу поделиться. Вот, чтобы победить в яичном бое. А, как победить? Как победить в яичном бое советы от мастера, от Викослава Шепченко? Можно, да? Да, конечно. Ну, во-первых, выбирается яйцо поменьше. Ага. Чем меньше яйцо, тем оно жестче. Ну, тем, как оно называется, скорлупа у него толще. Угу. Естественно, ищем, у которого яйца еще и остренький носик. Вот. Потом пальцами заживаем так, чтобы получились дополнительные ребра жесткости. Желательно. Некоторые вообще прям вот так вот зажимают. Да, 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 я такое видела. И есть такая тактика, что в большинстве случаев тот, кто первый бьет, как правило, побеждает. Потому что, ну, ты делаешь движение, а он статичный, да, то есть по сути. Вот. Ну, это как бы не стопроцентно, но тем не менее есть такие маленькие хитрости. Тактика ведения яичного боя. Нет, я бы, знаете, не советовал бы яйца, если хотите, чтобы они вот пасхальные дольше сохранились, вот эту пластиковую обертку, они быстрее портятся. Потому что яйцо не дышит. Знаете, что скорлупа, она как бы имеет поры, микропоры, яйцо дышит. И за счет этого оно может храниться даже неделю. Ну, из холодильника. То есть окрашивать красителями, либо луковой шелухой, как обычно. Да, луковая шелуха идеальна. Она, кстати, еще добавляя к этому лайфхаку, луковая шелуха, она укрепляет, скажем, укрепляет скорлупу. А вот эти вот химические всякие красители, они наоборот въедаются и разрушают. Обратили внимание, после химического красителя, когда раз шелушиваешь, сам белок, он окрашивает. То есть они сквозь поры и разрушают это. Поэтому искать нужно в луковой шелухе, мелкая, с острым носиком и ребра жесткие. Так что точно победишь. Все узнали. Ну, самый главный вопрос пасхальной службы действительно будет с присутствием людей в этот раз, да? Да, в этот раз более, да, ну, по сравнению с прошлым годом, там вообще были жесткие ограничения. Сейчас, естественно, это маски. У нас в масках до сих пор прихожане находятся. Потом социальная дистанция, вот, где кто не смог, ну, кто-то будет на улице. Сейчас не так холодно, слава богу. Ну, да. Вот. И в некоторых храмах будет служба по две службы. То есть ночью служба и утром служба. Чтобы развести поток. Да, чтобы меньше было. Ну, и люди сами, знаете, как самоконтроль. То есть люди, которые постарше, они уже думают, когда приходить, утром поменьше будет людей, ночью будет побольше, поэтому... Ну что ж, отец Святослав, поздравляем вас с наступающим праздником. У нас другой возможности, наверное, не будет. Ну, и наших зрителей, естественно, тоже. Да, и продолжаем эфир Амурского областного телевидения новостным блоком. 10 минут самых актуальных новостей. Смотрим внимательно. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Это Амурское областное телевидение и «Наше утро» в эфире. Алексей Шевченко зовут меня и Евгения Монакова рядышком. Ну, а мы начнем озвучивать радостные прогнозы от астрологов. У нас правда радостный прогноз, Леша. Потому что обещают практически всем знаком Зодиака прекрасное окончание этого месяца. Да, к сожалению, не всем, как Женя уже сказала, двух-двух представителей. Те, кто родился в год тигра, и те, кто родился в год кролика, ожидают небольшие неприятности. Поэтому нужно следить внимательно за всем. И что делать? Смотреть прогноз астрологов. Наш гороскоп ухери. Увны. Нужно действовать быстрее, чтобы не пропустить самое ценное в рабочей сфере. Соблюдайте правила, не нарушайте режим и ведите себя, ориентируясь на ситуацию. Тельцы. Оставьте фантастику и мечты. Сегодня нужно быть максимально активным. Предстоит парочка нелегких заданий не только в работе, но и в личной жизни. Общение с новыми людьми может быть негативным. Близнецы. Вас ждут невероятные и приятные новости. От информации многое зависит. Поэтому проанализируйте ее грамотно. Романтический день для влюбленных людей. Раки. Звезды не советуют рисковать и гнаться за всеми благами мира. Оставьте часть всего этого для тех, кто уже достиг успеха. Нужно действовать осторожно, чтобы не выдохнуться на длинной дистанции. Львы. Вам нельзя поверхностно относиться к серьезной работе. Только детальный подход и решительные действия. Если получите премию, то покупки перенесите на выходные, чтобы четко запланировать, что и кому приобрести. Девы. Вы будете так уверенно закручивать гайки некоторым людям, что многие разбегутся в стороны. Нельзя так себя вести. Это чревато плохими последствиями. На работе возможен конфликт, но ситуация разрешится благополучно. Весы. Творческих людей ждет презентация. Подготовьтесь к ней основательно. Пригласите тех, кто вам искренне помогал и поддерживал. Внезапная командировка круто изменит план дня. Скорпион. Будет уйма шансов найти надежных партнеров как в деловой, так и в любовной сфере. В разговорах с родственниками вникайте в суть. Меньше спорте. Особенно если речь идет о вопросах недвижимости или наследства. Стрельцы. Молниеносно и на достойном уровне решатся проблемы юридические и финансовые. Вы убедитесь в том, что не напрасно все это затеяли. Не стоит погружаться в мысли о прошлом. Оно уже далеко. Козероги. В этот день вас будет интересовать все, что раньше не привлекало. Не стоит сражаться с сильными мира сего. Останетесь без крыльев и забрало. Особенно если вопрос касается крупной суммы денег. Водолеи. Звезды рекомендуют бежать подальше от тех, кто накрывает его с головой негативом. Это реальное токсичное отношение, терпеть их не стоит. Для бизнесменов в этот день важно не упасть в грязь физиономии. Рыбы. Для новой работы пригодится ваш богатый опыт. В семейной жизни все складывается превосходно. Можно притвориться беззащитным. Иногда такая хитрость помогает. Все чаще со всех сторон слышится «хочу к морю», «хочу в отпуск». Но на мой скромный взгляд, если к морю и на море не получается слетать, то можно сделать море себе самим. Так, к примеру, делает и наша гостья Александра Недогарова, руководитель и преподаватель творческой студии. Александра, доброе вам утро. Александра, доброе утро. Моря всегда с вами. И теперь с нами. Это очень здорово. Практически всегда. Это правда. Вообще, мне кажется, море рисовать всегда очень приятно. Такие краски, которые очень приятны глазу. И наверняка к вам часто приходят с таким запросом. Ну да, к нам часто приходят нарисовать море и не только эпоксидной смолой, но и другими материалами. Но эпоксидной смолой море, выполненное, это что-то необычное, что-то новое, современное и очень популярное сейчас. И очень реалистичное, хочу сказать. Для людей, которые далеки от искусства, объяснить, как эта красота произошла. Цвет за счет чего? За счет красителей. То есть добавляется в саму смолу? Да, на самом деле эпоксидная смола – это два компонента прозрачных. И его можно окрасить, этих два компонента, в различные цвета. Ну вот, например, это моря – самые популярные цвета. Цветовая гамма синяя, какая-то морская, изумрудная. Но также используем, как видите, и другую цветовую гамму. То есть вы намешиваете все сразу цвета, и оно так красиво растекается? Или там еще какие-то секреты есть? Нет, мы смешиваем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok